Здравствуйте, я Андреев Николай Викторович, педагог по робототехнике в Центре цифрового образования для детей, Детику города Южно-Уральск. Направление робототехники включает в себя несколько бюджетных и внебюджетных программ и приглашает детей в возрасте от 7 до 15 лет. Бюджетные программы представлены в списке механика и робототехника, мобильная робототехника на базе конструктора Легуни-В3, программирование роботов, основу претримирования контроллера АДУИ. В небюджетных же программах представлены в Лего-Знайке и Лего-Почемучке для самых маленьких и для детей постарше это соревновательная робототехника. Теперь о каждой программе поподробнее. Программа механика и робототехника приглашает детей в возрасте от 7 до 8 лет, рассчитана на самых младших. На занятиях ребята познакомятся вообще с Лего-Почемучлением, научатся соединять детали, строить простые, но все-таки технически сложные конструкции. В том плане, что они научатся соединять шестеренки, познают, что такое передача вращения, впервые создадут машинку, которая будет ездить сама с моторчиком. Программа разделена на два больших блока. Первый блок предполагает исключительно сборку своих моделей. Мы будем собирать машинки, вертолетики различные, познакомиться с альтернативными источниками энергии, такими как ветряные электростанции, солнечные батареи. Попробуем это все на практике. Второй блок предполагает работу с конструктором VEDA 2.0. Этот конструктор отличается тем, что его можно программировать. Помимо сборки модели, у нас присутствует программирование, которое происходит путем составления простой блочной программы. Также присутствуют некоторые датчики. Поможет детям создать своего первого настоящего робота. Следующая программа – мобильная робототехника на базе конструктора VEDA 3.0. И программа программирования роботов. Они взаимосвязаны, одна связана с другой. На этой программе дети познакомятся со стрейч-программированием, научатся выстраивать логические движения робота, поймут, как выстраивать логику программы, все ветвления и цифры. Помимо всего этого, конечно же, они будут собирать роботов, будут собирать простые мобильные тележки, на которых они будут устанавливать различные датчики и работать уже непосредственно с данными, полученными от датчика. Научатся ездить по линии, использовать робота не только как игрушку и развлечения, но и будут выполнять какие-то более-менее сложные задачи. Это направление предлагает огромный выбор соревнований, которые проходят круглый год. И самые популярные из них, самые сложные и интересные – это же, конечно, робофинист и российская робототехническая олимпиада, в которой мы, конечно, будем стремиться и длительны. Но все-таки основной задачей для нас будет обучение. Следующая программа – программируемая робота, которая вытекает из предыдущей, она немножко усложняется. Мы начинаем создавать более сложные платформы, мы учимся создавать более сложные захваты, нам добавляется, так сказать, больше деталей в нашем роботе. Он становится намного сложнее. Помимо, мы будем использовать не один-два датчика, а все четыре, которые нам доступны. Программировать мы начинаем уже в программе LEGO EV3. Программа блочная, она немного сложнее, чем Scratch, но более функциональная. Также в конце года запланировано программирование в клее. Знакомство с ним. Это уже программный код, основанный на LEGO EV3. Соревнования не сильно отличаются от LEGO EV3, но, разумеется, возраст и группа детей уже постарше, и задания для них уже будет лучше сложнее. Основными соревнованиями остаются RoboFinish и Российская роботехническая олимпиада, но к ним также добавляются ITFest и RoboArt. Программа основа к регулированию микроконтроллера Arduino. Переозглашает семи детей в возрасте от 12 до 15 лет. На занятиях дети познакомятся с основами электротехники, научатся параллельному и последовательному соединению с геометом, научатся программировать микроконтроллеры. Arduino программируется на Ицке C++. Это объектно-ориентированный язык, и он довольно интересен для детей. Каждая крупная тема заканчивается разбором кейса, в конце которого дети собирают объект, образец, точнее, какого-то устройства, будь то игра на базе Arduino, калькулятор или какое-то устройство парктроника машины, например. Arduino довольно широкая база, на которую можно поставить огромное множество датчиков. Не только ультразвуковой, но и датчик влажности, датчики различные времени, объемные датчики в помещении. Это огромная площадка для домашнего диавета, и этому дети не научатся на занятиях. Для профессионального роста, так сказать, чтобы закрепить свои знания и доказать себе, что ты хорош, у нас есть несколько соревнований. Для нашего начального уровня нам отлично подходят соревнования RoboKinningster, RoboArt и соревнования RoboFest. Также эта программа заканчивается в конце года крупным проектом. Вне бюджетная программа занимательная робототехника вращает к себе детей в возрасте от 10 до 17 лет. Она предназначена для тех, кто хочет заняться робототехникой более профессионально, кто хочет участвовать в конкурсах и соревнованиях. Не в плане развлечений, а в плане достижения каких-то результатов. Нашей главной целью и главной задачей это, разумеется, победа Российская робототехническая олимпиада, которая проходит в конце года. Поэтому весь год мы будем целенаправленно с небольшими, конечно, отхождениями, но готовиться к этим соревнованиям. На занятиях дети будут собирать своих роботов X-конструктора Lego EW3. Программировать мы его уже будем в клевер IDL, которая располагает огромную скорость на возможности. Она более универсальна, что позволяет нам использовать практически все возможности нашего конструктора. Все программы, о которых мы только что поговорили, проектно ориентированы. В конце года у нас у каждой группы происходит большая защита от них проектов. Весь год мы готовимся к ним. Мы получаем знания для создания чего-то большого. Будь то электростанция, основанная на ветрогенераторах, робот-уборщик, умная остановка, либо это будет какой-то полу домашний питомец. Будем рады видеть ребят на наших направлениях. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова